Всем привет, меня зовут Кирилл, я руководитель отдела маркетинга нашего интернет-магазина. Одна из главных моих обязанностей это ведение и обеспечение всеми нужными ресурсами нашего YouTube-канала. Но так как наше финансирование было слегка ограничено, и я решил сэкономить на технике, в общем, когда мы поехали для того, чтобы снять то видео, которое вы сейчас посмотрите, у нас немного отказал микрофон, и вся запись запоролась по моей вине. Для того, чтобы хоть как-то исправиться, я сейчас буду пробовать озвучить все незаписанное, а мне с этим поможет наша вторая ведущая Катя. Итак, начнем! Всем привет, меня зовут Мария, и сегодня мы на невероятно душевном бранче в гостях у брендов The Balm и Trilab в салоне 5-я веню. Сегодня тема, которую мы обсуждаем, это секреты красоты и здоровья счастливой личности. В этом видео мы узнаем от визажиста о главных трендах этого сезона, спросим у косметолога, как правильно ухаживать за кожей этой весной, а также разузнаем у психолога, с чего начинается любовь к себе. А еще, конечно же, поговорим о культовых продуктах The Balm и Trilab и вкусно поедим, ведь угощает нас ресторан 5-я веню резиденц. Сейчас в тренде такой эффект – glow skin, сияющая кожа. С помощью каких техник и продуктов можно воплотить вот такой вот макияж в жизни? Самое главное, что хочется сказать, должна быть подготовлена кожа. Это обязательно увлажнение, обязательно питание, уход, косметолог, домашний. Не столь важно, кожа должна быть ухоженной. Следующий этап – это кремовые текстуры со светоотражающими частичками. Мы наносим локально. Я рекомендую локально. Нанесли на те места, где кожа должна светиться. И следующий этап – это тональное средство, подходящее по типу кожи, особенностям кожи, времени года. Это тоже важно. Выбираем продукт очень тщательно для того, чтобы зафиксировать и усилить эффект. В финале мы наносим продукты уже сухие. Опять же, со светоотражающими частичками. А вот техника, которая называется дрейпинг, кстати, тоже очень популярная. Как сделать эффект таких вот зацелованных щечек и не переборщить? Самое главное – это выбрать правильный продукт. Правильность выбранных продуктов – это залог успеха. Обычно выбираем два цвета. Один чуть светлее, другой чуть темнее. Тот, который темнее, мы наносим на зоны. Те, которые обычно прорабатываем скульптурирующими румянами и растушевываем более светлым. Опять же, можно легко коснуться, если это кисть, то века подвижного и слегка коснуться губ пальчиков. Супер! Спасибо большое! Мы поговорили про дрейпинг, поговорили про сияющую кожу. Поэтому, если вы хотите воплотить этих два тренда в жизнь в домашних условиях, обратитесь к палетке The Balm Voyage номер 2. Этой малышке по универсальности равных нет. Здесь вы найдете несколько сияющих текстур, хайлайтер и тени. А также набор из румян. Светло-розовых на каждый день. И тех, что поярче, которые идеально подойдут для того самого дрейпинга, о котором мы говорили. На The Balm не забыли и про макияж глаз. Потому что, чтобы правильно расставить акцент, используйте тени. А их в палетке H9. После зимы наша кожа, как никогда, обезвожена и высушена. Расскажите, пожалуйста, чем лучше всего увлажнять ее в этот период? Я хотела бы ответить достаточно коротко. Японцы говорят о том, что если вы не очистили кожу правильно, то все, что потом вы наносите, вы можете выбросить в мусорное ведро и не тратить на это ни времени, ни своих сил. Поэтому первое, на что мы обращаем внимание, особенно летом, это очищение. Все масляничные основы мы убираем по возможности. Желательно, чтобы это были либо гелии, либо пенки, либо эмульсии очищающие. Тоники мы предпочитаем, чтобы они были уже с увлажнением. То есть первый этап в очищении – это увлажняющий тоник. Конечно же, нам будут нужны очень сыворотки. Сыворотки мы обращаем на них внимание. На сыворотки с гиалуроновой кислотой, как правило, и помним о том, что сыворотка не является самостоятельным препаратом. Поэтому сыворотку, как бы нам не хотелось на этом этапе закончить, мы обязательно завершаем кремом. Расскажите, пожалуйста, что самое важное в уходе за кожей весной? Потому что многие люди, к сожалению, я знаю, иногда забывают про СПФ. Вы абсолютно правы, потому что многие не просто забывают, а обращают внимание, вспоминают об СПФ только тогда, когда появились либо пигментные пятна, либо веснушки. На самом деле крем с СПФ мы начинаем использовать уже в феврале месяца, когда появляются первые солнечно-активные лучи, потому что самое активное солнце – это как раз конец зимы и весна. Поэтому, конечно же, в дневном уходе у нас должны быть средства с СПФ. Это не обязательно должен быть крем, может быть, тональная основа – это BBCC или сейчас великое множество, и наша промышленность предлагает огромное количество препаратов с СПФ-защитой. Спасибо вам огромное. Идеальный BB-крем – это тот, который имеет СПФ. И не такой, знаете, СПФ ради приличия, а хороший такой СПФ 40. Так вот, несмотря на то, что все мы с вами любим солнечную погоду и радуемся ей защищать лицо от солнца обязательно, особенно весной и летом. Трилап позаботились о том, чтобы вы имели не только ровный и ухоженный тон лица, но и защиту от солнца. Да, стоимость, конечно, у этого BB-крема впечатляющая, но он очень экономичный, ну еще бы, скажете вы. Зато лицо после него выглядит как после посещения косметолога. Ни для кого не секрет, что красота – это не только внешний вид, но и внутренний мир. Возможно, есть какие-то техники расслабления, которые вы бы могли посоветовать нашим подписчикам, чтобы они обрели ту самую гармонию, о которой все говорят. Самое главное – это искать свой ракурс, свое состояние, свою одежду, своих людей, от которых ты наполняешься, потому что, когда есть это внутреннее удовольствие, не знаю, от чашечки, с какой ты пьешь чай, от зефиринки, которая лежит в тарелочке, тогда вот все это происходит так, как нужно. Если мы начинаем искать эту красоту в мелочах, в быту, то, соответственно, она начинает постепенно, как накопительный эффект, отражаться и во внешнем мире. Согласитесь, очень сложно чувствовать себя красивой, когда ты себя не любишь. Возможно ли как-то взрастить любовь к себе? Любовь к себе – это не какая-то трава или дерево, которое можно взращивать. Это состояние, которое зависит от количества удовольствия в жизни. Поэтому, если мы заботимся о своем удовольствии, мы реально серьезно к этому относимся, то проблем с самооценкой быть не может. Спасибо вам огромное. Увлажнение – главное и основное, что нужно нашей коже в любое время года. Идеальный увлажнитель от 3LAP тут как тут. Идеальный – это не мое субъективное мнение, это он так называется. По консистенции увлажнитель похож на крем, поэтому станет вам не только отличной базой под макияж, но и заменит все сыворотки и кремы, которыми вы пользовались до этого. Увлажнитель знает свое дело. Если это видео вам понравилось, а я надеюсь, что оно вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал Parfums.ua. А в комментариях пишите, понравился ли вам такой новый формат бьюти-влога от Parfums.ua. Всех целую. Я тоже надеюсь, что вам понравился этот формат. Ну, я не про тот формат, где я порчу звук, а потом все исправляю. Я про то, как мы ездим по разным мероприятиям и делимся с вами своими впечатлениями. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много интересного впереди.